Друзья мои, уважаемые подписчики и те ребята, кто еще не подписан, всем привет! В этом коротком видео я подобрал для вас очередную пятерку смартфонов китайской компании Redmi, которая в свою очередь является мобильным подразделением лидера мирового рынка электроники компании Xiaomi. Компания Redmi как самостоятельный бренд существует меньше года, но за этот короткий период времени ей удалось занять достаточно высокую планку среди устройств начального и среднего уровня. Все пять смартфонов, которые я сегодня подобрал для вас, являются именно начального и среднего уровня, но преимущество их в том, что они гораздо интереснее своих конкурентов в бюджетном и среднебюджетном ценовом сегменте. Помимо этого, вся пятерка получила стильный современный дизайн, хорошую производительность, отличную автономность и самый главный критерий, из-за которого нам так нравятся эти смартфоны, это их скромный ценник. Итак, друзья, топ 5 и компания Redmi. И пятое место в этом топе я отдал одному из самых продаваемых смартфонов компании под названием Redmi 7. Из особенностей смартфона современный дизайн, большой HD+, дисплей с каплей под фронталку, отличная автономность и не самая слабая производительность. Электронное сердце Qualcomm Snapdragon 632. Три цвета и три конфигурации. 2.16, 3.32, 4.64. Все остальные технические характеристики смартфона Redmi 7 у вас на экране. Четвертое место в моем топе занимает смартфон, который компания представила своей многомиллионной армией поклонников относительно недавно, а именно 9 октября. Полное название смартфона Redmi 8 и, на мой взгляд, это лучший ультрабюджетник 2019 года. За очень скромный ценник мы получаем все необходимое и несколько особенностей. Из особенностей новинки мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч, быстрая 18-ваттная зарядка, основную камеру от Sony, ударопрочный корпус со стеклом Gorilla Glass 5 поколения, влагоотталкивающее покрытие стандарта P2i, HD+, дисплей, порт USB-C и две конфигурации 3.32 и 4.64. Все остальные технические характеристики новинки у вас на экране. А середину этого топа занимает смартфон, который был признан лучшим по соотношению цена-качество. А с момента его выхода на рынок и до сегодняшнего дня уже продано около 20 миллионов единиц этого устройства. Название смартфона Redmi Note 7. Это старший брат обычной семерки и младший брат версии Pro. Основная особенность смартфона это его камера. 48-мегапиксельный сенсор разработан совместно с компанией Samsung, который дополнен технологией SuperPixel. Не разочарует и производительность, которая базируется на базе восьмиядерника от Qualcomm Snapdragon 660. Отлично порадует автономность и стоимость. А все о чем я не упомянул у вас на экране. На втором месте этого топа расположилась одна из новинок восьмой серии Redmi, которая своим появлением вызвала очень много споров по поводу того, стоит ли менять свой Redmi Note 7 на новинку Redmi Note 8. В частности споры происходят из-за производительности смартфонов. Но исходя из своего личного опыта, я сейчас назову несколько цифр, которые лично мне говорят о многом. Snapdragon 665 в Redmi Note 8 и Snapdragon 660 в Redmi Note 7. Техпроцессы 11 нанометров против 14 нанометров. Видеоускорители Adreno 610 против Adreno 512. Опять же смартфон будет интересен тем, кому важны камеры. Здесь установлена квад-камера, да, основной сенсор такой же как и у Note 7, но ребят, об этом мало кто знает, но здесь установлены другие и улучшенные линзы. Если, друзья, его ценник достигнет той отметки, которая была указана на презентации, а это около 140 долларов за версию 4.64, я думаю, что 90% из вас изменят свое решение. Все технические характеристики смартфона у вас на экране. А лидирующую позицию этого топа занимает топовый смартфон 8 серии Redmi под названием Redmi Note 8 Pro. Многим пользователям эта новинка зашла, но многим и нет из-за своей производительности, которая базируется на базе процессора от Mediatek Helio G90T. На самом деле Helio G90T ничем не уступает процессору Snapdragon 730G. В плане производительности они равноценны. Но большинство пользователей по старой памяти все же отдает свое предпочтение решениям от Qualcomm. Также смартфон интересен своей квад-камерой с основным сенсором на 64 мегапикселя, достойной автономностью и адекватным ценником. Все остальное у вас на экране. Друзья, лучшие цены на вышеперечисленные мною смартфоны, а также надежных продавцов, вы найдете по ссылочкам внизу в описании. Только хороших людей вам на жизненном пути. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!